Привет, друзья! Мы продолжаем разбирать самые яркие партии, сыгранные вариантом дракона, и сегодня рассмотрим поединок Ян Непомнящий, Арджун Ригеси, в рамках Спит Чесс Чемпионшип. Гроссмейстеры играли в Блиц с контролем времени 3 плюс 1, Непомнящий отправляет в путь королевскую пешку. Ригеси отвечает острой с ицелянской защитой, белый развивает коня, черный подбирает центральные поля. После хода Д4 Арджун меняется в центре доски, нападает на пешку. Непомнящий защищается конем, попутно развиваясь, и вот он вариант дракона, слон выходит на большую дорогу. Непомнящий развивает чернопольника, Ригеси готовит рокировку, Ян укрепляет центр, защищаясь от прыжка коня на поле Ж4. Черный завершает развитие кавалерии, белый готовит рокировку в длинную сторону. Ну и далее последовала эвакуация королей в 5-0. Позиция с разносторонними рокировками предполагает прежде всего штурм королевской крепости. Но и весь вопрос заключается в том, кто придет первым. Белый на королевском фланге, либо черный на ферзевом. Надербек Абдусаторов однажды в этой позиции сыграл H5 и одержал красивую победу над Александрой Костенюк. Кстати, партия разбиралась на канале. Но в нашем поединке Арджун избирает основное продолжение, D5 нанося удар по центру. В своей книге по варианту дракона с ицелянской защиты Гуфельд написал следующее. Этот ход, впервые исследованный в 30-е годы прошлого столетия Александром Константинопольским, является самым агрессивным ответом, так как жертва пешки вполне корректна. Самое принципиальное продолжение в данной позиции, при котором белый получает возможность выиграть пешку, это взятие на поле D5. На ответный удар конем белый меняется на поле C6, а дальше могут играть либо в позиционном ключе слон D4, либо пробить на поле D5, выигрывая пешку. Черный, конечно же, уклоняется от размена ферзей, брать ладью опасно, из-за хода слоны F5 черный нападает на мат, а также на ферзя. И в результате белые серьезно отстают в развитии у черных перевес. Но белые как бы не обязаны забирать ладью на поле A8, ну а в этом случае у черных хорошая компенсация за потерянную пешку, в виде возможности атаки по полуоткрытым линиям при поддержке своих слонов. В нашем же поединке Непомнящий отказывается от этого принципиального взятия в пользу размина на поле C6. Еще не поздно было поменяться в центре доски и перейти к вышеуказанному варианту. Но Непомнящий играет слон A6 в попытке выменять главного защитника королевской резиденции. Ригаси пробивает на поле A6, а дальше начинает атаку по линии B. Непомнящий сбивает защитника слабой пешки. И после отхода коня продолжить наступление можно было выпадом ладья D4. Черные должны защищаться ходом ладья E8, чтобы коня перевести на F8 и защищать пешку на H7. В общем получается позиция с обоюдными шансами. Но в партии Ян делает совершенно вялый ход ладья E1, защищая жалкую пешку. Но кто вообще в этом варианте считает пешки? Какая-то странная ситуация. Вроде бы Непомнящий сам избрал этот довольно редкий план атаки и первым же забыл, как нужно правильно играть. Арджун вбрасывает ферзя в зону, связывая коня, угрожая продвижением D4 и замутить воду можно было тычком E6, нападая на коня. В случае взятия белый пробивает ладью и угрожая вторжением на седьмую горизонталь. На оборонительная ферзь B4 играет конь D1, защищаясь от удара на поле B2 и мясорубка продолжается. Вместо этого в партии белый генерал покидает боевую позицию и бежит спасать любимого царя. Эри Гейси навешивает лошадя, затянуть сопротивление можно было ходом B3, но Непомнящий играет А3. Такое ощущение, что вместо Е на три хода назад посадили доиграть партию какого-то третьеразрядника, ибо нелепость последних ходов просто зашкаливает. Эри Гейси запускает торпеду, которая пробивает днище белого корабля. После взятия белый шахует, используя диагональную связку, брать нельзя из-за потери сильнейшей фигуры, но и ходить в король B3 тоже нельзя из-за хода слон E6, подключая ладью к атаке, а также белопольного слона. На блокирующий ферзь D4 черный шахует, если король побежит на А2, то черный пробивает на C3 и ставит мат на А3. Но в том случае, если белый закрывается конем, то черный играет C5, атакуя сильнейшую фигуру противника. При взятии лошади следует шах на перекрытие, удар на поле B5, и белый таки теряет ферзя. Нужно бить на B5, после удара и отступления короля, черный съедает слоника, получая абсолютно выигранную позицию. Ну а в том случае, если ферзь уходит на D1, защищает ладью, то черный пробивает на B5. Уходить королем нельзя из-за матов несколько ходов, но в случае взятия на поле B5, черный пробивает ферзем, и к белому королю также приходит Матильда. Короче говоря, в нашем поединке непомнящий не стал уходить королем на B3, а отошел на А1. Эрегаси забирает коня, угрожая матом, белый защищается ферзем, черный хотят подключить ладью к атаке по линии B, непомнящий препятствует этому, но пехота черных продвигается вперед. Покачиваясь после пропущенных ударов, белый уже машет руками по воздуху, но все-таки после хода коня 4 выбрасывает на ринг белое полотенце. Дело в том, что на оборонительное ферзь C1 последует шаг, в случае отступления на B1 ладья B8, дальше D4 и белому королю Матец. Но бегство предводителя армии белых на поле А2 ничего не меняет. Черный играет D4 и получаются те же яйца, только в профиль. Вот такой вот разгром в 21 ход в варианте дракона. Напишите, кстати, в комментариях, как вы думаете, что же случилось с Яном Непомнящим в период с 14 по 16 ход. Ну и в завершение разбора я хочу выразить благодарность за продление спонсорской подписки Владимиру Тимошкову. Поддержите же его видео лайками, репостом и до следующих встреч. Продолжение следует...